Тонкая линия Мудрая, строгая, вечная химия Жизнь эта долгая, долгая линия Лев Сергеевич, а что так поздно? Здравствуйте Лидочка, ты для кого так надрываешься? А вот это правильный вопрос Короче, не отбивай мне Прилуцкого А я... Прилуцкий? Подожди, а как же твой муж? Ну ты же знаешь, что я с ним по расчету А Венька это любовь всей жизни И если его уволят, и он станет успешным адвокатом, я даже готова уйти от мужа Да, ты все-таки баба огонь, меня всегда поражал твой цинизм Это не цинизм, а здоровый прагматизм А ты куда? Ты даже не вспотела Так я же не ради Прилуцкого это делаю Хочу мужу сделать приятное А ты не пробовала ему по-другому удовольствие достать? Ой-ой-ой, не надо, вот давай без этого Лишь бы меня не таскала на улицу на пробежке, я это терпеть не могу Ой, Анька, вы столько лет женаты, ты не можешь вот так ему прямо сказать, мол, засунет от свой бег знаешь куда? Нет Ну подожди, я ж не спросила, вы в отпуск куда поедете? В деревню Фу, какие вы приземленные Зато у кого-то гламур отовсюду брыжит, пока Пока До порогутро? Ну, на сей раз что? Извините, задержалась в спортзале Что-то новенькое Итак, начнем с малоприятного события Сегодня утром в пять утра покончил жизнь самоубийством Лев Сергеевич Наливайк Бизнесмен, в прошлом был связан с криминалом Ну, на мой взгляд чистое самоубийство, поэтому Анну Валерьевну, оформим как положено и на этом все Да это же счастье, суицид обычный Ну, честно, уже достали все этим Мокрухи, дети пропавшие, заложники Паш, Паш, ты хоть иногда головой думай Смотри, при посторонних такое не ляпни Константин Вадимович, а где отчет от тежурного следователя? Его чуть позже подвезут Да, коль скоро выдалось такое спокойное утро в кой-то веке Давайте приведем бумаги в порядок Ты, Анна Валерьевна, перед отпуском тоже все старые свои дела приведи в порядок Мы и вы вдвоем тоже займитесь писаниной А мне нужно на встречу с сексотом Ну, конечно, тебе на встречу надо Не хочешь в кабинете сидеть, так скажи Паш, все, не начинай Ты из отделения не ногой, а ты свободен На обратном пути, Саша, заскочи в морд, пожалуйста И возьми заключение по этому суициду Без проблем Иди Здравствуйте, Вениамин Евгеньевич Здравствуйте Спасибо вам за то, что Анна Валерьевна на свободе Пожалуйста Зато теперь я под следствием Вы знаете, я все равно вам хочу сказать Что я считаю, что вы очень правильно поступили Что позвонили от имени Кобута Чего уж там Паша, отстань Аня, я не отстану Пока ты не расскажешь мне, о чем вы разговаривали с Кобутом Это не важно уже Человек взял, что хотел Уехал Все После отпуска я уволю, скорее всего Ань Всем привет Здорово Чего звала-то? Привет Дед, долги надо возвращать И, в общем, я отпросилась на час Нам еще нужно заехать купить дорогой коньяк Зачем коньяк? Давайте лучше водочки возьмем С огурчиками, с грибочечками Это не тебе А мне когда-нибудь будет что-нибудь, нет? Ты что-нибудь понимаешь? Нет, вообще ничего не понимаю Хотя нет, я понимаю Понимаю, понимаю Да Заеду Извините, а где здесь морг? Там Спасибо, спасибо После работы заеду Хорошо Ау Есть кто? Живой Здравствуйте Здравствуйте А Исаков где? Я за него, вам чего? Вот Мне нужен акт по суициднику наливайка Так это прекрасно, что вы пришли Я уже хотела вам звонить, пойдемте Так, а может мы здесь поговорим? Нет, вам нужно видеть Да, да, я на словах можно объяснить Пойдемте Вот смотрите Судя по сопроводительным данным Этот человек бизнесмен И костюм на нем был дорогой Да, нам же все это рассказывали уже Да, но ничего не сходится Этот труп болел чесоткой И ноги у него стерты от плохой обуви А еще посмотрите Ему недавно сделали пластическую операцию Вы не понимаете? Честно, я ничего не понимаю Ну как же, это загадочное преступление Извините мне, нужна минуточка и сейчас О, вы как раз, кстати Отведите, пожалуйста, молодого человека Переметь их к сведению, что труп, скорее всего, подменили А где Исаков? Её, сердцем плохо Свежим воздухом подышать Тихо, 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 мне Шшшшшш Субтитры сделал DimaTorzok 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 Главное, скажи, на показаниях то же самое. Главное, запомнить все, что вы нагородили. Да все ты запомнишь. Паш, тут же за углом морг. Саша, позвони, скажи, что мы сами акт заберем. А у него телефон выключен, он же на встрече с этим, со стукачем. А, молодец. Да ты не волнуйся так, я сейчас приеду. Да, слушай, у Литки беда какая-то. Какая беда? Я не знаю, я говорю, я сейчас с Аней подъеду, а она говорит, приезжай один. Ну, значит, нет никакой беды. А что тогда звонила? Господи, как дело касается личное, вы, мужики, все одинаковые, ей-богу. Ань, подожди, я с тобой. Да я сама схожу. Да мне все равно, там кое с кем повидаться надо. Я-то думаю, чего ты зачистил морг? Это все появление молодой практикантки. Или тебе Исаков нравится? Исаков нравится. Понятно. Есть кто живой? Паш, ты чего кричишь? Мы же в морге. Да я вижу. Здесь студент, походу, побывал уже. Телефон его? Да, это его телефон. Смотри. Кровь свежая явно не из тропа. Странно. Он так не разбился бы, если бы сам упал, да? Так вот же следы борьбы. Пошли. А что вы так долго? Сейчас, подожди. Паш, вызови и дождись главврача. А я вон в тот офис схожу. А что случилось? По дороге расскажу. Пойдем. Ну ты не волнуйся так. Выронил опер-телефон, а патологоанатом пошла за уборщицей, чтобы кровь вытерла. Здравствуйте. Вы очень удачно зашли. У нас как раз сегодня действует скидка на весь ассортимент. При покупке на 10 тысяч вы получаете подарочный сертификат на тысячу. Девушка, нам нужно, чтобы... И у нас есть еще мужской ассортимент. На самом деле, у нас сегодня еще одна великолепная акция. При покупке двух позиций, третью вы получаете в подарок. И всю косметику мы возим прямо из Франции. Следователь Горячкова. Спасибо. Ой, а все сертификаты у хозяина? Его сейчас нет, но у нас не вся Франция, вернее... Девушка, у вас камеры наблюдения работают? Да, у нас солидная фирма. Давайте так договоримся. Мы не будем проверять сертификаты вашей солидной фирмы, а вы нам покажете записи с камер наблюдения за последний час. Давайте, прошу. А ты говоришь, не волнуйся. Черт. Остановите, еще раз сюда прикрутите. Угу. Вы что наделали, олигофренный придурочник? Шеф, другого выхода не было. Где они? В подвале. И ваш труп тоже. Не ваш, а... Придурок. Придурок. Ну, рассказывайте. Ой, ну что, там, значит, у старого анатома сердце прихватило. Новую вызвали, а она все поняла. И мусору рассказала. Вы что, не могли их просто замочить? И жечь нахрен этот морг? Да там гореть нечего, там кафель и покойники. Я из тебя сейчас самого покойника сделаю, солид. Такую делегу к газе в трещину пустили. Не, ну вы же что-то придумаете. Хрен тут уже, что сам придумаешь. Ммм. О, сейчас начнется. Я все-таки к литке съезжу. Давай. Мы нашли молодого специалиста, он потерял сознание. А я тебе говорила. Спокойно, спокойно. Я же тебе говорила. Анна Ивановна, успокойтесь, успокойтесь, Римма Ивановна. Доложите, Анна Валерьевна. Я думаю, что лучше начать главврачу. Я уже рассказывал, патологоанатом Исаков пришел утром на смену. Ему стало плохо, сердцем. Он лечится в этой же больнице. Да. Инфаркт, он потерял сознание. У нас проблемы возникли. Мы пригласили молодого специалиста, Ускову. И она, конечно, молодой специалист, но очень хорош. Где мой сын? Успокойтесь. Где мой сын? Это я сняла с камер наблюдения. В морге? Это санитары морга. Что с вами? Пожалуйста, помогите ей. Пойдемте, приемная дельня. Идемте, спокойно. Надо срочно обидеть. Не волнуйтесь. Патологоанатому, Ускову, санитаров, лейтенанта Столбового. А мы поедем на место самоубийства. Зачем? Да потому что тело самоубийцы тоже забрали. Это странно. Я вас очень прошу, распорядитесь, чтобы собрали все необходимые справки по самоубийце, Ускову и санитарам. Пожалуйста. Хорошо, работайте. Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант. Ой, ё... Ясно. У вас отрясение. Так, а где это мы? В подвале. Нас сюда санитары привезли из морга. Это что, труп, что ли? Это зачем это? Я не знаю. Товарищ лейтенант, я боюсь. Чего, трупа, да? Да нет, живых боюсь. Нет, сейчас, не бойтесь. Пару секунд я очухаюсь. И мы сбежим. Куда мы сбежим? Здесь все заперто. Я проверила. Да? Ну, вот следователь Горчакова нас найдет. Она очень умная. Никто не знает, что нас похитили. Ну, когда-то что, нас будут искать? Если... Если мы останемся живых, конечно. Нас что, убьют? Не-не, не паникуйте. Я просто озвучиваю версии. Слух. Это по привычке. Держите их при себе. Так, Лев Сергеевич завсегда обходительный. А тут ему утро доброе. А он мигом в свой подъезд шмык. И тут же из окна шмяк. А я как вспомню. А до него кто-то входил в подъезд или после? Вы не заметили? Так я убиралась. Когда тут глядеть? Так и этот ваш меня об этом пытал. Спасибо большое. Мы вас больше не задерживаем. Всего доброго. До свидания. Ну, что там камера видеонаблюдения? Прямо перед самоубийством наливайка камеры не работали. Автомобильные видеорегистраторы? То же самое. Значит, кто-то отключил сигнал. Очень странно для самоубийства. Двери в подъезде сломаны, что не сводится на этому дому. Анна Валерьевна, дело я вам передал. Там все зафиксировано. И участковый первый прибыл. Он сейчас там, наверху. Отдыхайте, спасибо. Пошли наверх. Да. Вот я только одного не понял. Зачем же нужно было стекло разбивать? Если окно-то просто открывается. Да. Такое окно просто к ней выбьешь. Тут странно другое. В портфеле у него было 20 тысяч долларов. И золотые часы на руке. Явно не грабеж. Паша, проверь, есть ли выход на крышу. Ань, ну что, обленилась, что ли, совсем? Сама нет? Я, между прочим, сегодня свою норму в спортзале выполнила. Там нормы сейчас? Иди. А лучше беги. Юрьич, знаком с убитым? Да не особо. Да ладно. Не скромничай, рассказывай. Ну вот, знаю только, что в 90-х он бандитствовал. После стал главой одной барыжной фирмы. Вот где-то год назад развелся с женой, она с двумя детьми уехала за бугор. Вот, пожалуй, и все. А говоришь, не особо. Есть там выход на чердак. О. Хорошо. Хорошо. Что случилось? Как ты. Ты даже не узнал это место. Ах, да. Да-да. Здесь. Да, здесь. Именно здесь ты назначал мне свидание. Аж два раза. Больше десяти лет назад. Я от мужа ушла. Ты рад? Поздравляю. Ну, правда, если это так важно для тебя, конечно, рад. Ты не переживай. У меня есть компромат на него. Мы его немножко пошантажируем и не будем бедствовать. Мы? Ну да. Я же к тебе ушла. Ты шутишь сейчас? Нет. Послушай, Лид. Как бы тебе так сказать? Я не очень бы хотел участвовать в твоих авантюрах. Это все из-за нее, да? Из-за Горчаковой? А ради нее ты на авантюру пошел. А со мной, значит, нет. Ну, значит, нет. Хорошо. Ох, я вам такую веселую жизнь устрою. И тебе, и ей. Она ж вроде как мужа любит, да? А тебя прям приворожила, стерва. Тихо-тихо, опомни след. Я при памяти. И вы меня надолго запомните. Я херею от тупости этих ассенизаторов. Мы санитары. А я все равно херею. В этой ситуации самое правильное решение было дождаться, пока все отвлекутся и просто выкрасть труп. А потом убить старого патологоанатома. Да вы не поняли. Он ведь в отключке. А вдруг он начнется. И болтать начнет. Фокс, езжай в больницу и убей Исакова. Сделаю. Стой. Маску медицинскую не забудь надеть. Да ясно. Придорок. Когда вернется Фокс, убейте тех, всех, кто в подвале и прикопайте вместе с трупом. А потом ты Фокса замочишь. Я не могу. Потом вы меня. Да никто тебя не тронет. Жертва деменции. Ты нам еще пригодишься, как исполнитель. Да? А как я буду жить в розыске? Как все. Сядь. Я попробую по поводу этого всего резюмировать коротенько. В течение шести месяцев два партнера Наливайка покончили жизнь самоубийством. А сегодня и сам Наливайка. У всех криминальное прошлое. По факту все солидные бизнесмены. Значит, надо копать по долгам? Не, ну, если они брали кредиты в банках, то в принципе все просто. Если они брали в общики у братвы, то тогда мы ничего не нароем. А что, по личной жизни? У всех под копирку. Год назад все развелись и уехали на ПМЖ в Испанию. Да, в Испанию. Странно, но не криминально. Акты вскрытия есть? Есть, есть. Держи. Да, здесь двое погибли от несчастного случая. Но если их убили, как убили Наливайка. Дежурный следовательно остаёт, что это всё-таки суицид. А что указывает на то, что это убийство? Ну, перед тем, как он выпал из окна, или его выбросили из окна, глушилками вырубили все сигналы на камерах видеонаблюдения и видеорегистраторах в машинах. Кроме того, окна не открыли, а выбили. А там такие стеклопакеты, что надо долбить. Ну, соответственно, хотели привлечь внимание, потому что это очень шумно. Да. Константин Вадимович, а что по санитарам? Санитары есть. Вот они. Оба судимы. Грабёжи особо тяжкие. По их адресам выезжал дежурный следователь. Дома никого не оказалось, но я распорядился оставить там наших ребят. А их сотовые? Ты знаешь, Паш, тоже странно. Никто из них никогда не покупал сим-карт. Надо поковыряться, у них в квартирах. Так надо поковыряться, это ордер нужен. Нет времени. Нет времени, значит, действуйте. Спасибо. Да, если что, на связи. Хорошо, спасибо. Лидер, ну, что за срочность? Я даже не успел нормально скупиться. Володь. Ну? Ты только, пожалуйста, не переживай. Ты же знаешь, я желаю тебе только добра. Да, что случилось? Случилось страшное. Анька изменяет тебе с Прилудским. Я так и знал. Что? Так ты тоже подозревал их? Если хочешь, я расскажу подробности. Не-не-не. Не надо. Господи, что ж такое? Что ж такое? Все, все. Все нормально, Володь? Господи, что ж такое? Что ж такое? Господи, что ж такое? Все нормально, это наше. А мы чего так бордо не пропарковались? В смысле? Чтобы не спалиться. А. Паша. А? За такие вещи вообще-то сажают. Ну, ради такого случая можно. О, голубчик! Да тебя тут все ищут. А ну, пойдем со мной. Пойдем. Ау! В порядке? Помощь нужна? Фу. Паш. А? Записные книжки ищи. Письма, телеграммы. Хоть что-нибудь из его контактов. Ань, какие записные книжки? Какие телеграммы? Сейчас все все хранят в телефонах. Но мы же его не знаем. Тихо. Стой! Стоять! Стоять! Талант поехали! Давай! Стоять! Стоять! Сказай! Полиция! Так бы сразу сказали. Давай быстро в машину. Слушай, по фото это не то. Надо в засаду. Ну что, разберемся. Давай быстро в машину. Давай сюда! Быстро! Давай из кармана все вытаскиваем? Я говорю из кармана все вытаскивай. Я ни в чем не виноват. Поговори мне. Еще раз заявляю, что с вами я не буду разговаривать без адвоката. Короче так. Друганы твои похитили моего друга и любимую девушку. Ой, да ты пугаешься. Следующий будет в яйца. Паша, у вас все нормально? Все хорошо у меня. Все замечательно. Я все скажу. Все прекрасно. Я ж не знал, что все так. Я знал Фокса еще со времен занятий спортом. Правда он боксером был, а я легкоатлетом. Но мы в спорт институте в одной группе были. Короче. Короче, Фокс позвонил мне от больницы, дал ключи и попросил принести заначку из квартиры. Дай мне его мобильный. Держи. С этого номера звонил. Это городской номер приемного покоя. Где он назначил встречу? Возле кафе у больнички. А где заначка? В комнате под шкафом. На вокзал. Балан выяснил, что сегодняшний суиседник и его погибшие набрали кучу кредитов. Давая рели в больнице, там Фокс засветился. С Лидой все в порядке. Ну, кто бы сомневался, а ты чего пришел? Как чего? Вам помочь. Да, конечно. Те они, наверное, нравятся просто, да? Паш. Че? У тебя аптечка в машине есть? Есть. Ну, так пойди и возьми пластырь или рот себе закрой. А если я здесь новый куплю заодно? Куда сдавать? Пожалуйста. Благодарю. Ну, рассказывайте, что случилось. Санитар из больницы шел. Ну, который в морге работает. Он маску снял, я его узнал. Хотел остановить. И вот. Ну, знаете, это вы еще хорошо отделались. Легко. Что значит легко? Человека избили. Легко. Знаете, у боксеров такой удар, они с одного удара убить могут. У нас труп. Так, без паники, спокойно. У нас больница. Иногда пациенты умирают. Они у вас вообще выживают когда-нибудь? Он не умер. Его убили. Вот это уже интересно. Куда идти-то? Туда. Аня! Я думала, он спит и не тревожила его. А пришла делать процедуры, а он убит. Это наш патологоанатом. Примерно час назад. Ну, примерно. В это же время Фокс вышел из больницы и отоварил этого вашего главврача. А я смотрю, вы к нам зачастили. Ой. А кто это его зарезал? Врачи. Сказали лечить дорого. Вот, пожалуйста. Молодой человек, я попрошу вас. Извините, это неизлечимо. Мы вам все попозже расскажем, ладно? Хорошо. Сейчас надо поработать. Извините. Иди коньячку выпей. Шутки у вас, однако, издержки воспитания сказываются. Спасибо. Пожалуйста. Так, стоп. Получается, это именно этот патологоанатом должен был вскрыть тело нашего самоубийцы. И он же занимался заключениями о смерти его компаньонов. Че? 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 Паш, нужны распечатки звонков с его телефона. Особенно интересуют те, которые были с утра до приступа. Эээ, погодите, а с трупом что делать? Съешьте, расчлените и съешьте. В смысле? В полицию звони. Так, а вы кто? А мы погулять вышли. Некогда нам. До свидания. Да, Константин Вадимович, хорошо, поняла. Короче, тот, кто утром звонил патологоанатом, был обнаружен в деревне Яблоневка. Но точное местонахождение установить не удалось. Потому что вышки сотовой связи за городом далеко друг от друга. Да что ты говоришь? Да, там спецназ нужен, чтоб все это прочесать. Они уже едут. Ань, так мы ж там раньше будем. Может какие-то растительные? Ну давай, поехали. Ну поехали. Ну поехали. 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 Ты чего это? Это походу наша труповозка. Номера не разглядел только. Я сейчас. Поехали. Поехали. Кто здесь? Я спрашиваю, кто здесь? Братан, извини. Засед. Мячик залетел. Я сейчас по мячикам пыльну к кому-то. Поехали. Поехали. Сука. Они пока думают, что нас много и не уходят. А когда поймут, что нас мало, начнут прорываться. Потом еще заложниками прикрываться начнут. Спецназ уже на подъезде. Ну так иди встречай. Я с вами пойду. Иди встречай. Иди встречай. Ладно, Паш, Вень, только аккуратней. Давай, открывай багажник. Пошли. Не стрелять. Это бензин. Сожгут. Сдаемся. Заткнись. Беги наверх и периметр осмотри. Хорошо. У вас 20 литров бензина. Мы заходим. Они здесь. Так. А ну, тихо. Ты чего? Да нормально все. Здорово. Ну ты даешь, мент. Короче, вы наши заложники. Пропустите нас. И будете жить. Ну, сначала убедимся, что они живы. Потом снимем оцепление. Там никого нет. Их всего двое. Мочи мусоров! Только не стрелять! Стоять, суки! Ты бы не боишь мусор! Пашка, давай выкарабкивайся. Вам бы и самой в больницу. Да какая больница? Везите, ради бога его, быстрее. Анна Валерьевна, спасибо вам. Я знал, что вы нас найдете. Нормально. А Паша? Паша сильный, надеюсь, он выживет. Что, серьезно что ли? Мне приказали! А они бомжам пластику под себя сделали, а сами с кредитами в бега ушли! Сейчас. Да мне и тебя приказали убить! Сыня, пожалуйста, в другую машину. Он колется. Свои же мусорки. Да я вас всех знам! Испугался? Нет. Иди к маме. Саша! Мам! Ты в порядке? Да я все хорошо со мной. Сашенька! Аня! Сашенька! Да мне уже не больно. О, Господи! Все хорошо. Успокойся. Ты в порядке? Поехали в больницу. Поехали в больницу. Да какая больница? У меня билеты. У меня муж расстроится. У меня отпуск вообще-то. Ну прямо сейчас тебя на машинке домой отправлю. Все хорошо. Вова! Вова! Прощай. Ухожу навсегда. Будь счастлива с Прилудским. Вова! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Там, где ты, там и он Долгая линия, небосведённая Неуловимая, неугомонная Мудрая, строгая, вечная химия Жизнь — это долгая, долгая линия Мудрая, строгая, вечная химия Жизнь — это долгая, долгая линия Мудрая Субтитры создавал DimaTorzok